Всем привет! Я сейчас нахожусь в Барселоне и мы здесь снимаем тест-драйв нового Kia Pro Seed. И хорошая новость, что я в Барсе и здесь достаточно тепло, где-то плюс 6, плюс 8, учитывая то, что в Киеве где-то минус 2, минус 4. А вот плохая новость заключается в том, что сейчас 7 утра и я уже не сплю где-то часа 2 с половиной. Почему? В двух словах расскажу вам, как происходит съемка наших выездных тестов. То есть мы прилетаем в аэропорт и нам выдают ключи от машины и говорят, отель находится там-то. Мы отправляемся в путь и только вечером нам рассказывают о том, на чем мы ездили. То есть презентация проходит всегда вечером. Это очень странно. И получается, что информацию о машине ты получаешь гораздо позже. И по прилету ты не можешь сразу взять и начать снимать, потому что тебе искать-то особо нечего. То, что ты готовишься в самолете, ну, не так уж часто ты попадаешь в яблочко, на самом деле. Получается, как? После презентации, после ужина, часов там в 10, нужно садиться писать текст. Вот Паша предпочитает садиться с вечера и там пишет до глубокой ночи. Я предпочитаю вставать пораньше и делать это с утра. Ну, у каждого своя как бы специфика. И потом только ты начинаешь снимать. У тебя ограниченное количество времени, но благодаря тому, что у тебя конкретизирован весь текст, и ты не должен там полчаса лепить какую-то отсебятину, а умещаешь это в 12-15 минут. Это получается достаточно быстро, на самом деле. Все эти съемки проходят часа за три. И вы получаете готовый тест. Конечно же, учитывая то, что я в Барселоне, наверное, многие могут позавидовать, потому что, ну, это приятно, правда, путешествовать по миру. Ну, вот мы сейчас, например, нас поселили в этой гостинице, гостинице W. И она одна из самых топовых здесь, в Барсе. Здесь 28 этажей или что-то такое. Ну, давайте я вам покажу, что там внутри. Любая гостиница начинается с холла. Да, но это далеко не самое интересное здесь. Так, давайте пройдем в номер. У меня номер 122. И вот так вот выглядит номер, который у нас седет. Две раздельные кровати, не знаю зачем. Такое редко бывает, ну, видимо, других не было. Но, конечно, отдельного уважения заслуживает вид из окон. Я понимаю, что сейчас вы начинаете меня ненавидеть. Ну, а что поделать? Ладно, я должен дописывать текст. Тест практически снят. Мы с Серегой зашли в Старбакс, чтобы выпить кофе. Ну, и, конечно же, это особый челлендж. Смотреть, как они пытаются понять славянские имена. Тебя как назвали? Ну, Сергей все нормально. И нарисовали меня. Сергей. Со мной всегда какие-то проблемы. Потому что меня называли Ярисков. Ну, это в Старбаксах. Меня называли Ярштов. Но сегодня они переплюнули вообще... Я даже не буду это произносить. Оно будет в зеркальном виде или нет? Не знаю. Ну, короче, это больше похоже на Яблев. Как-то это тупо вообще звучит. Покажи людям здание. Но при этом они нормально произнесли почему-то. Ну, в общем, странно. Да, и мы находимся возле... Как это? Символа, да? Барселоны. Саграда де Фамилия. Или Саграда Фамилия без Д. Не знаю. Но это, конечно, архитектор Гауди. Ну, я думаю, что многие из вас либо слышали, либо знают. А может быть, даже и были. Может быть, даже не один раз. Как тебе Барсел? Непонятно. Чего непонятно? Ничего интересного не увидел пока. Магазинов нет. Пиво не продается. Пилоцерква краще? Конечно. Жмейринга. Ну, в общем, да. Я думаю, что на самом деле, если вы выбираете, куда поехать в Европу и не были в Барселоне, то Барселона вас впечатлит. Море красивое. Море красивое. Это тут все красивое на самом деле. И погода красивая, и люди какие-то счастливые. И все не по-нашему написано. Путешествие продолжается, Серега, в магазине. Серега, а тебе это все влезет? Влезет. Мысль, что в меня влезет. О, соусы. Никаких соусов не пускаются. Да? 100 миллилитров. Все равно. 100 миллилитров можно. Нет? Непонятно. Ну, написано можно. Зачем тебе эти соусы? Я люблю острые соусы. Всегда. Везде. С томатным соком. Пошли, хватит. Подождите. Чипсы. Я чипсы еще не езжу. Серега, не хочешь в кафе зайти? Так нас только двое. Кафе под названием «Пять мужиков», которое продает милкшейки. Пять мужчин. Мужчина. Серега, а точно не хочешь? Нет, я хочу сходиться. Можешь в кафе зайти в кафе район, если нужен вам паство. Чипсы.